Ребята, всем приветствую. Я Ранш Кудер и специально для компании А-Маркет сегодня проведем технический обзор рынка криптовалют. Посмотрим, что у нас отработалось в прошлой неделе и что делать сейчас. В данном случае это, ребята, не финансовая рекомендация по торговле. Решение принимайте сами. Я говорю свое мнение. Значит, что по битку? Начинаем. Что по битку? По битку мы попытались выйти наверх, протестировали вот эту зону 18 300, 18 500. После этого не смогли пробить данный уровень. Протестировали и сразу пошли вниз. Значит, тут тоже было накопление, то есть здесь ликвидность была, ребятки, в этой зоне. И вот уровень 16 700, там 16 800. Тут подошли, тоже дали хвост вниз с резким выкупом. Думаю, что все-таки сходим еще раз наверх, сюда вот в зону 18 300, 18 700. И там будем смотреть, как будет себя вести цена. Скорее всего, ребятки, думаю, что цену провалят вниз. Намного ниже, чем есть сейчас. Но это будет в диапазоне времени. В диапазоне времени не там через неделю, через две. Думаю, в течение двух-трех месяцев. Думаю, что все-таки провалят там на 12, на 11 тысяч. А только раз будет где-то в этой зоне будет лом. Может, какая-то новость выйдет. Может, S&P пойдет. Но это мое личное мнение. Посмотрим, как будет по факту. Многие не верят. Там еще доминация просто битка растет. Возможно, альта пойдет, биток останется. Ну, увидим. Пока что торговать только локально нужно. Долгосрочно, если бы кто-то хочет набирать, можете брать там на 20 процентов с общего объема. Рекомендую просто брать где-то 70 процентов в стабильные токены. То есть там биток, эфир и так далее. Все дальше можно там в альты. 30 процентов. Более такие рискованные. Потому что рисковать сейчас в альтах они могут и со скамиться и так далее. Лучше, чтобы было надежно. Ну, хотя у нас Луна там и Солана тоже надежная. Луну вообще там со скамили. А Солану провалили там на минус сколько самсхая. Минус 90 процентов, 90 там 2. Хотя тоже было там в топ-10 по капитализации. Значит, по битку здесь пока рассматриваю локально. Рост в зону там 18 300, 18 200. Потом посмотрим. Дальше по Аде. Ада что у нас? Ада продавили все-таки уровень 0.29. Вот он, да. Думал, что все-таки отскочит после такого падения с 0.43 на 0.29. Вообще посмотрите. И дальше продавили. Может быть сейчас отскок будет где-то в 0.29. Я бы тут уже не шортил. Я в лоях никогда не шорчу. Только если там где-то на пробой и так далее. То есть после пробоя вот это уровень, ребят, можно было искать точку входа в шорт и тут нормально заработать. Думаю, что может быть это как раз где-то сюда. 0.29, 0.3. И оттуда можно пробовать шортить. Думаю, цель по Аде где-то 0.2. Вот. Я бы ждал где-то вот сюда. 0.16. Возможно, даже 0.08. Возможно, 0.08. Но пока это далекая цель. Где-то 0.2, 0.15, 0.2. Это плюс-минус вот так. Где-то еще с текущей цены минус 30-35%. Так, что там дальше? BNB, BNB, Binance. Binance наш любимый. Был сильнее рынка. Ну, посмотрите, пробили уровень 263. Вот он, 260-263 зона. Продавили. Думаю, вот сейчас стоять ниже. Смотрите, как четко стоит. Возможно, какой-то будет сейчас квиз сюда. На 270. Если будет квиз с обратным снижением, ребят, надо будет шортить уже такое свинг-сделка. Думаю, что пойдем как раз где-то в зону 180-200 долларов. Так, что у нас там? Dash. Dash пока стоит немножко сильнее рынка. Ну, на месте. Тут тоже внутри диапазона. Я бы смотрел ниже 40, там 1.75 уже шорт. По доту у меня, кстати, была сделка. Смотрел за уровнем 4.97. Вот пробили. И прямо оттуда была сделка на шорт. И там удалось забрать реально очень быстро. Там за 15 минут он сходил был на 10% вниз. Я с плечом там забрал там позиции 130, плюс 130%. Очень круто сделка. Видите, вот уровень. Было как раз пробой с закреплением и с продолжением сразу же вниз. Очень классный уровень. Видите, выход вниз. Все-таки думаю, что должен сходить где-то на доллар вниз от этой цены. Ну, где-то 4 доллара, я думаю, он сходит. Цели где-то по доту. Там 3.8, там 3.7, если уровни есть. Туда, думаю, где-то пойдет. Сейчас, думаю, может быть откат. 4.7, 4.9. Вот это вот зона отката. Дальше, что по EOS. EOS у нас, что у нас по EOS? Значит, EOS пока держится. Если продавливает 0.79,5, вот это 0.79,5-0.8, думаю, очень хорошо может пойти дальше. Пока, видите, пробило же вот этот уровень, протестировал. Был все четко по технике. Смотрите, вот был уровень вот этот, который был отскок резкий. Видите? 1.87, 1.89. Притест и дальше вниз. Пока, думаю, EOS, скорее всего, если пройдет, то можно на 50 копеек пойти. Такое себе. Эфир вот посильнее смотрится. Но тоже продавили вот сильный уровень 245. Вот он откуда пришел. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут очень много раз тестировали. Была попытка закрепиться выше, видите? Обратно продавили. И сейчас, если тут будет тест и будут удерживать, можно попробовать шортец открыть. Возможно, такой вот свинговый, где-то с целью 800, там, ну, 900 долларов, я думаю, вот сюда вот можно будет. Ну, с небольшим стопом. Конечно, может только не сидеть, можно и тут где-то закрывать, как с частями. Потому что не понятно, сколько он пройдет. Но пока EOS, конечно, держится даже сильнее битка. Сильнее битка EOS выглядит. Лайткоин. Сильнее смотрелся. Вот здесь тоже пробивали, видите? Вот уровень был ключевой. Пробили 72.84. Видите, я его отмечал. Четко пробили. И дальше снижение вниз. Отсюда, скорее всего, будет такой-то отскок. Он уже произошел. И, возможно, еще сходим. Но, если нет, тогда идем на 50 долларов. Вот сюда вот. S&P, давайте посмотрим. Вот S&P, очень интересно. Нисходящая линия тренда. Смотрите, ложный пробой. Обратно. Сейчас стали, может быть, сейчас последняя неделя следующая, затянут его к концу года где-то на 4 тысячи. Я сомневаюсь, что он пойдет на 4 300. Писали. Это было видно, что он не пойдет. Думаю, где-то на 4 тысячи могут затянуть. Такой под хай закрыть, хотя бы какой-то месячный хай. Чтобы прибыль зафиксировать, который был там за год заработан. И сцена была, конечно. И потом, я думаю, что все-таки будет, наверное, больше падения. Потому что, если мы посмотрим недельный график, видите, в последний год, уже вот у нас год цена снижается. Такого раньше не было. Вот за все время, когда мы смотрели, чтобы цена там год снижалась. Вот здесь было падение, но оно было там, сколько? Ну, там 3 месяца и дальше выкуп. И все. Все остальное, ребята, оно такого не было. Поэтому думаю, что S&P, наверное, все-таки задавит в такой среднесрочной перспективе. Хотя, если пробивают линию тренда и дальше пойдут, нам нужно хотя бы выходить выше там 4 300. Вот это вот хай пробить. Вот он, смотрите. Вот он, вот этот уровень. Видите, вот он. 4 300. Если это пробивает, то можно смотреть где-то на 4 800 и там уже исторический хай. Ну, пока это такое, такой себе сценарий долгосрочный и непонятно пойдет или нет. Смотрите, Solana тоже падение сумасшедшее. Это реально за FTX, там у них тоже было много в Solana. FTX реально нагнул очень сильно криптоиндустрию. Это очень плохо повлияло на многие компании. Многие там Баткротом и тут СССРом. Баткротом тоже стал там вообще остановили деятельность, потому что не могут работать. Solana тоже задавили, видите, вот здесь вот была. И значит, если пробивает 11, то я думаю, что пойдем там в зону 7 долларов. Вот там уже можно будет рассмотреть на долгосрок. Там 5-7 долларов, это хорошая будет цена для долгосрока. 5-7 долларов вот по Solana. Если пойдет. Ну, выглядит так, что скорее всего, наверное, задавит. Потому что сильное падение, нет отката, скорее всего, будет продолжение. После вот таких падений, если не откатывается, значит, там нету сил. И все, нижесть 11 долларов можно. Ну, или от 11 посмотреть на отскок. Я бы так смотрел. Вот TRX, вот TRX реально, ребята, сильнее смотрится. Но тоже его уже он так не выдерживает. И вот здесь был уровень, видите, его продавили. Я бы все равно смотрел где-то на шортец. Но, кстати, ну, хотя он сильнее. И вот видите, он в боковике вообще никуда не ходит. То есть иногда бывают какие-то выстрелы. Ну, обычно давят. И вот тут уровень где-то 0,051. Вот эта вот зона, в принципе, тоже неплохо. Он сейчас выглядит на какой-то отскок. Ну, думаю, отскок не выше 0,058. Вот сюда. Ну, может быть, 0,064 сюда сходит. Но это пока такие перспективы. Не очень. Хотя смотрится, ну, по сравнению с другими монетами, он сильнее. Lumen, смотрите, уже вот подходит к уровню. Вот этот уровень очень хороший 0,07. Видите, с него был сделан так называемый перехай. И сильное очень движение. Ну, и дальше 0,03. Где-то вот в этой зоне, думаю, что будет формироваться этот уже low, которого все ждут. Поэтому, возможно, тоже пока смотрится плохо. Возможно, какой-то откат в 0,078 вот сюда вот. И дальше с последующим снижением. Пока не рассматриваю никаких сильных ростов. Вот Ripple еще один из таких, что пока нормально. Вот пока не пробили 0,03, пока все хорошо. Пока не пробили 0,03. И когда падение идет других монет, в том числе битка, он не так сильно реагирует. Действительно, видите, смотрите, лои все. Все повышательные, видите. Вот все лои, все повышательные. Вон. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, вот главное, чтобы они не продавили дальше. Если продавят 0,03, все. Там уже будет тоже, наверное, движение где-то в зону там 0,2, 0,15 и так далее. Пока Ripple стоит. Скорее всего тоже может откатиться сейчас где-то 0,37. Дальше. Сейчас сложно, ребята, предугадать. Сейчас надо смотреть внутри дня, откуда торговать и открывать откатов со стопами обязательно. Потому что можно засадиться серьезно. Здесь, обратите внимание, Тезос. Вот мы отмечали уровень 1,03. Обратите внимание, как четко с него пошли на минус где-то 25% почти. Вот с него сходили. И пока здесь ни ответа, ни привета. Но думаю, а сейчас отскок произойдет. Отскок произойдет, потому что упали уже сильно. И, скорее всего, какой-то технический отскок. Может быть там 0,85, 0,87. Тяжело тут сказать, куда можно. Насмотреть уже по факту и оттуда. Я думаю, еще будет продолжение какого-то падения. Потому что ни объема нет, ничего нет. Видите? У нас не на падении. Потом, ребятки, переходите по ссылке ниже. Регистрируйтесь. Регистрируйтесь с компанией. Имею в виду открытие счетов. И в нашей, кстати, тоже будет ссылочка прикреплена с нашей компанией. И будет конкурс трейдеров. Ребят, можете тоже поучаствовать. Обязательно переходите, ознакомливайтесь. И торгуйте внимательно. Всем желаю удачи на конкурсе. Всем хорошего дня. Увидимся в следующей неделе. До свидания.